Книга-притча, глава 22, стих 4. «За смирением следует страх Господен, богатство и слава и жизнь». Практически все люди на земле стремятся иметь богатство, иметь славу и иметь жизнь. Но немногие понимают, что все эти вещи следуют только тогда, когда человек смирен перед Богом. За смирением следует страх Господен. Без наличия страха Господня, богатство, которым мы будем обладать, увлечет нас, и мы станем его служителями. Мы возьмем и славу присвоим себе, и наша жизнь погаснет. Библейское смирение основано на характере Бога. Оно выражается в том, что Бог служит своему творению, которое ниже его и слабее его. Именно такое смирение явил Сын Божий, начиная от яслей и заканчивая крестной смертью. В Писании смирение является производством кротости. Поэтому человек смиренный – это человек, способный обуздывать самого себя, то есть обуздывать свои уста в отведенных для него Богом границах. Истинное смирение особенно ярко выражается тогда, когда мы, обладая силой и авторитетом, не пытаемся обуздывать тех, кто находится под нашей ответственностью, а обуздываем самих себя, подавая им пример. Многие святые терпят финансовый крах и бесславят только потому, что вместо того, чтобы обуздывать самих себя, пытаются обуздывать тех людей, с которыми соприкасаются или за которых несут ответственность. Это весьма важная часть. Мы всякий раз ее провозглашаем, когда приступаем к таинству, к вечере Господней, чтобы мы испытывали самих себя, а не своего ближнего. Если каждый из нас будет обуздывать самого себя, а обуздывание ближнего представит Богу и самому ближнему, а также не будет использовать благорасположение своих лидеров и своих ближних для контроля над ними, мы обретем страх Господен, за которым последует обязательно богатство, слава и долголетие, то есть здоровье, жизнь. Только таким образом приобретенное богатство будет являться результатом, происходящим от смирения и славы. И таким образом Бог может прославиться, а также представить погибающему в руках мамону человечеству, увидеть любящего и мудрого Бога в наших действиях. Кстати, отдавание Богу десятины приношений в соответствии с Его постановлением также является проявлением нашего смирения, нашего послушания. И если мы прямо сейчас откажемся обуздывать своих ближних и признаем над собой власть Бога в приношениях десятин, потому что когда мы приносим Ему десятины и приношения, мы таким образом признаем над собой Его власть, выражаем свою любовь и поклоняемся Ему, то обязательно мы откроем таким образом двери для возможностей Бога, чтобы обрести власть над деньгами и путь к доброй славе и к долголетию. Встанем, пожалуйста, и будем петь песню «После заката славное утро». И будем служить Господу десятинами приношениями, поклоняясь Ему, выражая свою любовь и признавая над собой Его неоспоримую власть. «Всякий раз, принося десятинные приношения в Дом Божий, Израиль, по откровению Бога, полученного через Моисея, обязан был возлагать свои руки на свои приношения и при этом исповедовать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности, на ваши приношения и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от Дома Моего и принес в Твой Дом, чтобы в Доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, и я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне я молю Тебя, согласно Твоего Слова, прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Благослови вас, Господь. Можете садиться. Благослови вас, Господь.